Для того, чтобы завершить как-то обсуждение краткой нашей теории поля при конечных температурах, давайте коротенько обсудим, какая диаграммная техника здесь возникает. Она очень похожа на диаграммную технику Фейнмана, и основное отличие состоит в том, что частоты дискретные. Значит, допустим, я хочу вычислять такую величину Z, статсуму, интеграл, dфи, E в степени минус S, E в клиновой от фи, с вами писали, что это такое. Скажем, для позонов, это, значит, эвклидовое действие, которое мы с вами уже выписывали, плюс интеграл G от X на фи от X. Почему я так написал? Потому что я изначально стартовал с такой величины, трейс, есть степень минус бета H, минус интеграл по D3X от G от X на фи от X. И фи – это мой оператор поля. Так, увеличено. И это я могу воспринимать как элемент гамильтаниан, как вклад в гамильтаниан, ну, со знаком минус. И что я должен сделать? Я должен теперь написать действие эвклидового с учетом этого члена. Но поля по-прежнему зависят от Тау. Я к чему говорю? Потому что, если я хочу считать статические функции Грина, то вот сюда у меня входит проинтегрированный dx до Тау. Проинтегрированная по Тау от нуля до бета – величина. Окей? То есть однородная по бета – часть моей периодической функции. Не зависящая от Тау, не зависящая от Тау, часть моей периодической функции. В терминах муцубаровских частот, целочисленных, целочисленными коэффициентами, это, если сейчас мы до них дойдем, это нулевая частота. Значит, для того, чтобы вычитать такого рода вещи, давайте мы немножечко обобщим. По теории возмущения. Давайте мы немножечко обобщим нашу историю, наш функциональный интеграл. Будем рассматривать его как функцию источника, как функцию x и Тау. Будет понятно для чего. Для того, чтобы дифференцирование по этому источнику можно было получать функции Грина разновременные. Разновременные в их ледовом смысле. Например, давайте в качестве примера мы можем обсудить такую теорию, в которой дифференцированные действия есть интеграл от 1 и 2 дмифи на дмифи. Плюс м квадрат, фи в квадрате. Ну, допустим, кубичная теория, равна фи в кубе. Д 4х. С периодическими рамуслами, поскольку я обсуждаю бозонную теорию. Как сделать разложение полярмана вот от такой величины? Мы можем прежде всего найти этот интеграл для Z0. А G надо найти этот интеграл при нулеволе. Интеграл до фи Е минус 1 вторая интеграл. Давайте я переброшу здесь производную. Так. С учетом периодичных и граничных условий у меня неинтегральные члены будут равны нулю. Переброшу производную и по х, и по Т. Вот так вот. Значит, тогда у меня здесь будет 1 вторая, фи, д минус, д мю, д мю, фи, плюс м квадрат. Так, я фи вынесу. Фи, такая штука, минус, м квадрат на фи, д 4х. Помню, что у меня есть периодичность по Тау, с периодом от нуля до бета. Интеграл по Тау идет от нуля до бета. Плюс интеграл жи, фи, 3, 4х. Чему этот интеграл равен? Знаю ответ. Значит, я должен написать, что фи равно фи са плюс дельта фи. Про фи са сказать, что этот оператор, действуя на фи са, дает мне источник. Фи са, минус, д мю, д мю, плюс м квадрат на фи са, равно жи. И тогда фи са, вы представляете себя интеграл жи, хи, жи от игрок, д 4у. Где жи удовлетворяет в таком журнале только с дельтой функцией в правой части. Минус, д мю, д мю, производный по х, плюс м квадрат на жи от хи, равняется дельтой от хи. При этом, поскольку фи периодическая функция, я же тоже могу считать периодической функцией. И меня интересует функция жи от хи, которая периодично по обоим таву, по обоим временам, евклидам временам. Такую функцию я, наверное, нахожу, переходя к фурие. К фурие интегралу по трехменной пространственной переменной. И к фурие ряду по дискретной переменной по времени. По эфридууму времени таву. Ключевая функция тогда это ж от х таву. Их штрих таву штрих равна, это есть свободный пропагатор, равна единица на 2 пи в кубе бета. Сумма, ну интеграл d3p, сумма у n в целом, 0, плюс-минус 1 и так далее. По целым n, раз у меня это бозоны. Вот, более нестандартное выражение. Е в степени и px минус x штрих плюс и омега n таву минус таву штрих поделить на p квадрат плюс омега n в квадрате плюс m квадрат. Окей? И омега n, как всегда, это и есть 2 пи на бета и на n. Эти частоты, наверное, называют мацубарскими частотами. Они будут и положительными, и отрицательными, но они всегда целы. И нулевыми. Значит, ну а статсумма, которая здесь написана, получается, если я это фи c с точностью до... Значит, давайте напишем для статсумы. z 0 от g. Это есть z 0 0 на e в степени. Значит, 1 2 интеграл g от x, g от x, y, g от y, d4x, d4y. А вот статсуммировал, не знаю, как с ним обращаться. Это и есть половина линейного члена в экспоненте. И это и есть производящий функционал для свободных функций грина. Дифференцируя по жиль, по источнику, дифференцируя по источнику, я буду получать функцию грина. А дальше теория возмущения строится стандартным образом. Функции грина какие? Значит, ну, этот интеграл d-фи фи от x, ну, это 4 мема x, допустим, фи от x. Фи от y. e минус s. Единица назад 0. От 0. В свободном случае, е минус s свободна. И есть прямо вот эта функция грина, g от x. А все остальные функции грина выражаются с помощью теоремы Вика. Через вот эту функцию грина g. Больше ничего. Теперь, как получается диаграммная техника? Диаграммная техника получается следующим образом. Я должен написать здесь еще минус лямбда на интеграл фи в кубе. Например, если это в кубичной теории фи куб взаимодействия. Раскладывать по лямбда и использовать теорему Вика. Стандартная техника. Совершенно. Ну, например, давайте мы напишем выражение, что при этом будет возникать, какие дельт-функции. Давайте мы напишем выражение для двухточечной функции грина в нетривиальном порядке по лямбда. Это будет соответствовать вот такой яднаме. Чик, чик, чик. Значит, x, x штрих, y, y штрих. Что я делаю? Я учитываю фи от x фи от x штрих. Если я хочу в координатном представлении писать, конечно, естественно, писать сразу, потому что, но я это делать не буду. Это и есть, что такое в этой диаграмме. Я должен два раза скинуть лямбда. Значит, это первый вклад. Лямбда-падратный вклад. Лямбда-падратный вклад. Два раза скинуть член взаимодействия. У меня останется фи от x. отыграл лямбда минус я считаю, что их два, поэтому минус здесь не учтется. Лямбда фи в кубе от y до y лямбда фи в кубе y штрих до y штрих все это умножится на фи от x штрих. Пользуйтесь теоремой вейкой. Значит, для такой диаграммы, есть здесь не связанная диаграмма, но не связанная диаграмма забирается в z0. Значит, связанная диаграмма такая, теоремой вейкой пользуйтесь. Это что такое? такой пропагатор, два таких пропагатора и вот такой пропагатор. Источностью до симметрийного коэффициент, который я не буду выписывать, это есть единица на z0, ну, единица на, да, на z0. А, прямо напишу сразу ответ, потому что я использую киаэм мельика, это будет лямбда квадрат, 168 древнего коэффициента, g интеграл dy, dy, штрих, четырехмерный интеграл, значит, g x y, g y, y, штрих, g y, y, штрих, x, y, 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 а теперь вспоминаю, что переходим фурье представление, это, в общем, достаточно зрелираемая вся история, кроме одного пункта, значит, переходим фурье представление и записываем, поскольку уже у нас фурье представление написано, давайте напишем это дело в явном виде, это будет лянда квадрат, интеграл d y, d y, d 4, y штрих, не забыл, значит, а тут стоит такая штука, e в степени, смотрите, i p x минус y, значит, плюс i, давайте омега p, поэтому у нас уже будет дискретная переменная, без векторочка, tau x минус tau y, это у меня первая функция грина, вторая функция грина, e в степени i q y минус y штрих, плюс i tau q, а, омега q, омега q, tau y минус tau y штрих, значит, множится еще на три таких слагаемых, e и, скажем, r y минус y штрих, плюс i омега r, tau y минус tau y штрих, ну и, наконец, последний экспонент, который соответствует последней функции грина, e в степени i, l, допустим, y штрих минус x штрих, плюс i омега r, tau y как штрих, плюс tau y штрих, и на функции грина, g от p, g от, р ж от, g от l, так, и ставится что? ставит что? ставит интеграл, давайте я его напишу снаружи, ставит интеграл по всем импульсам dp трёхмерно dl и сумма по всем дискретным величинам pq rl это дискретные величины цифра 1 2 3 4 0 минус 1 и так далее значит что у нас возникнет в результате если я буду интегрировать по игрок то у меня это выдаст 2p в кубе на дельта отчего ну в данном случае по игрок я интегрирую дельта p минус q минус а вот трюкс теперь я хочу суммировать интегрировать по то у игрок окей что у меня здесь вылезет интеграл конечно от 0 до бета который не равен нулю только если всей суммы вот этих частот ну с правильными знаками равна нулю если сумма равна нулю то вылезет бета и и дельта от ну да так напишем омега p плюс омега q минус по игроке до омега r я вот эта величина равна нулю если разным вот эта комбинация частот не равна нулю какое целое число и единица если эта комбинация равна нулю омега p минус амега q минус амега r равно нулю вместо дельта функции вот вся разница которая имеется в теории возмущений по сравнению с бесконечно со случаем нормальной кванта теории более при нулевых температур вся разница в том что вместо 2 пин на дельта функцию в вершине возникает дельта от частот или от номеров по цуба русских можно об этом все остальное то же самое я дальше уже не буду ничего писать но все остальное посванились правильно с обычным правилами феном остается тем же сам каждый в каждой вершине у меня стоит дельта функция трехмерного импульса втикающего в данном случае у меня импульсов так устроить сюда идет импульс p сюда импульсы qr значит импульс qr в каждом каждой такой вершине возникает дельта функция трехмерного суммы импульсов если все считать текающими в данном случае 2 текающих поэтому разность значит и сумма от дельта символ от суммы муцебаровских частот который не равен нулю а равен единице множить на бета если все эти частоты суммарно равны нулю текающие вот вся разница дальше можно так сказать это дело развивать и строить уже диаграммная техника фактически построена как вы видите ну тут надо учитывать конечно симметрийный коэффициент который я не учел но это все то же самое что в обычной диаграммной технике значит такая технология позволяет вычислять по крайней мере 1 петлевые величины довольно быстро ну а с большим числом петель конечно ситуация гораздо сложнее приходится нам уже напрягаться ситуация хуже на самом деле чем хуже с сложности вычислений хуже чем в теории поля при нулевой температуре здесь приходится суммирование вести по частотам это осложнять жизнь ну какие-то примеры я оставил для задач значит полезный очень пример это вычисление поляризационного оператора фотона это похожая диаграмма скажем в рякординамики ну и вообще в перебывочных теориях в одной петле значит в электродинамике поляризационный оператор фотона вот такой например с электронами он вполне нетривиален у фотон есть конечно индексы меню поэтому поляризационный оператор пи меню с обрезанными хвостами значит у него он не лорнсон вариантен потому что у меня есть среда поэтому у меня есть пи 0 0 пи 0 и и пи и жи но он инвариант относительно вращений поэтому пи 0 и пропорционален значит а пи да пропорционален пи то а пи и жи может содержать в себе две структуры значит дельта и жи и пи и пи жи и дальше с учетом того что пмю на пи меню должно равняться нулю из калировочной вариантности уясняется что есть две структуры одна соответствует пи 0 0 ну и к ней подцепляется пи 0 и дальше пи и жи а другая значит поперечная пи и жи так вот пи 0 0 значит интересует нас как мы с вами договаривались где-то вот здесь когда обсуждали нас интересует пи меню с нулевой мацобаровской частотой правильно нас интересует ситуация когда у меня есть внешний источник мне говорит о том как моя система реагирует на внешний источник я посадил в среду заряд электрический спрашиваю себя какое электрическое поле от него исход и значит магнитный ток постоянный пустил смотрю какое магнитное поле возникает так вот значит есть две структуры одна из них соответствует пи 0 0 это как раз есть структура которая отличается за то как модифицируется электрическое поле вот оказывается значит интересует нас всегда поляризационный оператор при нулевой мацобаровской частоте строго нулевой оказывается что этот поляризационный оператор 0 0 нетривиальный пи 0 0 при малых импульсах есть некая константа это означает что у меня есть экранировка а пи и ж такой массы не содержит по теории возмущений магнитная масса равна нулю значит это есть предмет явное вычисление по теории возмущений вот одной петли такой она вот здесь не вычисла значит с фирменными ну вот в задаче предлагается это вычисление проделать в разных случаях с нулевой и не нулевой с нулевым и не нулевым химическим потенциалом так что пример что можно вычислять можно например вычислять дебаевскую массу или размер дебаевской тренировки среди при конечных температурах вполне нетривиальная задачка которая решается именно таким способом ну есть и много других задач которые можно решать и которые решаются реально решением фирменских диаграмм теперь заключение я хочу сказать одну вещь последнее что я хочу сказать последнее что я хочу сказать это то что у нас с вами возникала инфракрасная проблема помните если у меня есть калибровочные поля неабелевые то для них E минус S евклидова dA мю а S евклидова это что такое F меню на F меню F меню на F меню F меню и F меню это есть D мю A мю минус D мю A мю плюс ну значит давайте A напишем A F A B C на A мю B A C давайте я G вот здесь напишу единица на G в квадрате с тем чтобы сделать A мю чтобы у меня букву G не входило в взаимодействие перед определением A к чему я это клоню я это клоню я это клоню тому что теперь у меня время дискретное точнее мусубарские частоты дискретные простите мусубарские частоты дискретные время закольцованы и тогда при высокой температуре у меня есть одна нетривиальная мода а именно Омега N равной нулю почему это нетривиальная потому что у меня значит эффективная энергия если угодно ну как бы сказать ну да то что стоит в знаменателе в пропагаторе это и есть P квадрат плюс омега N в квадрате 2P на бета на N в квадрате это у меня знаменателе пропага помните такой был так вот если N не равно нулю то это есть 2PT на N и он все в квадрате и он все инфракрасные неприятности которые могут возник обрезать у меня есть как бы эффективная масса здоровая по основной температуре а вот если N равно нулю такого шлина нет поэтому все инфракрасии лезет на этом языке из нулевых на Цубаровских частот что это такое значит поле мое не зависит от Тау нулевая частота а что такое независимая от Тау величина это значит что у меня есть трехмерная теория Евклидова раз A не зависит от Тау то все это сводится к трехмерной Евклидовой теории в инфракрасе интеграл E в степени минус бета на G квадрат почему бета потому что здесь интеграл по времени а от времени поля не зависит интеграл E в квадрате D 3 уже теперь X и это вполне нетривиальная теория взаимодействующая с нетривиальным инфракраси и какой тут инфракрасный масштаб вам подсказывает вот эта величина коэффициент который стоит в знаменателе это единица на G квадрат T значит инфракрасный масштаб это G квадрат T тот самый масштаб о котором мы с вами говорили если у меня массы моих векторных бозонов я их не писал но если бы они у меня были если эти массы много меньше чем этот масштаб все привет инфракрасия пошла если масса моего векторного бозона мала по сравнению с температур с параметром G квадрат на T где G калибровочная констанция связи я гарантированно нахожусь в области сильной связи моей трехмерной теории это на самом деле настоящая трехмерная теория потому что нулевая компонента вектор потенциала приобретает дебаевскую массу а дебаевская масса m дебаев это и есть G на T и много больше прямого G много больше чем G квадрат на T поэтому вклад в инфракрасия A0 не дает а дает вклад в инфракрасия только трехмерные компоненты векторного поля то есть реально для того чтобы изучить инфракрасное поведение теории поля Янга Милса или Янга Милса Хиггса при конечных температурах надо изучать трехмерную квантовую теорию поля трехмерную три верхнего потенциала 1,2,3 ну если есть там Хиггс скаляр что делать удается но для этого требуется применять компьютерные медные повышения на решетке собственно инфракрасное поведение Ян Милса ну или поведение эффективного потенциала при малых значениях скалярного поля ну или аналоги в общем как происходит фазопереход и так далее это все техника трехмерной квантовой теории поля прямого касается связи конечно три углов что пишет